Июль 1588 года Порядком потрепанные, потерявшие в сражениях половину команд, корабли Испании пробивали себе путь через Ла-Манш. В самой гуще сражения оказался один из самых небольших испанских кораблей, лицензированный капер «Диабр». Береги голову! Обрезать оснастку! Эту мачту за борт! Освободить пушки! Ты марш наверх! Распутать линии! Распутать все линии! Шевелись! Шевелись! Это пушка Бли! Разворачивай корабль! Ставь по ветру! Не слушается капитан! Ну-ка помоги! Живо за штурвал! Так держать! Нас пробоины, капитан! Прямо по ботерлинии! Руль набор! Выходим из боя! Трюм, мистер! Заделать пробоину! Закрыть амбразуры! Фокс ставь! Уходим, ботсман! Есть капитан! Что он сказал? Взбиваемся, слава Господу! Ну-ка быстро, обались! Живей там с Фоком! Вы не смеете выходить из боя! Это трусость! Трусость и предательство! Дороги! Сейчас вы не пират! Вы часть испанской армады! Беру командование кораблем на себя! Приказываю вам спуститься с мостика! Я беру командование кораблем на себя! Вернуться к амбразурам! Теперь вы... Он еще жив! Скинь его за борт! Нет, постой! Отнеси его вниз! Потолкуюсь с ним попозже! Мы приостановили течь, сэр! Но только на время! Мы не доберемся до Испании, если попадем в шторм! Мы подождавли ностогодний нож! Подождавли! После последний день говорится! А если боль accommodation? Ну все, прекратили. У нас полно работы. Но мы хороним наших погибших, ботсмэн, наших товарищей по оружию. И Бороза тоже? Да? А у кого золотой самородок, который он носил на шее? Отдай его мне. Попробуй забери, чем ты лучше других. Я заберу... Следующий раз переставляю ноги быстрее. Пепе. Капитан? Знаешь, это побережье. Да, капитан. Я был здесь в плену два года в 79-м. Хорошо спустить мою каюту. Ты тоже ботсман. Так, всех проверили? Кто прочтет отходную молитву, я прочту. Знаешь эту бухту? Да, капитан. Хотел через здешние болота у ему раз. На этой карте ничего меньше города. Помнишь какие-нибудь деревни? Деревни? О, я... Да или нет? Нет, их тут нет, потому что мы здесь искали таверну, но если там есть деревня, можешь идти. Что вы задумали, капитан? Приливом нас принесет к этой бухте. Спустим баркас и будем грести в глубь болот, как можно дальше. Пик прилива в ближайшие два часа, сэр. Но после отлива мы будем на мели. Точно, это даст нам время на починку корпуса и мачты и позволит... Прошу прощения, сэр. Но через два дня начнется весение половодия. У нас будет четыре дня до отплытия. Я хорошо знаком с приливами, мистер. Но у нас недостаточно людей для починки за четыре дня. Со временем отплытия мы потеряли половину команды, и у нас нет мастеровых. Это невозможно. Мистер, вы почините корабль за четыре дня. Хорошо поняли? Пойду спущу баркас, капитан. Придется поднапрячься, а люди обессилели. Утром мы останем хорошей мишенью для любого английского корабля. Никаких промахов, боцман. Нас будут искать. Слушаюсь, капитан. А вы куда, мистер? Командовать баркасом, сэр? Этим займусь я. Останетесь на корабле охранять пленника. Пленника, сэр? Да. Ваш знатный друг, Дон Хосе Маргея, подстрекавший команду к бунту. Если он доживет до утра, взверну его на рее. Нет дна. Три морских сажений. Две сажений. Одна сажений, пять. Одна сажений, четыре. Переговорю с капитаном насчет этого. В тот день, когда капитан тебя послушает, я спрыгну с корабля. Тихо там сзади. Одна сажений, два. Одна сажений, ровно. Одна сажений, ровно. Еще чуть-чуть, и он посадит нас на миль. Он знает, что делает. Если он так много знает, почему он взял нас в армаду, в первую очередь. Следующему, кто заговорит, отрежу язык. Пять футов. Пять футов. Пять футов, и бросаем. Трави канат. Руль на борт. Пять футов, и бросаем. Что? Что это? Я же говорил вам, Дон Хосе, мы заходим в английские болота для починки. А, да. Я забыл. В Англии у нас слишком большие повреждения, чтобы вернуться в Испанию. Пришлось бы задержаться в Англии или Франции. Нас убьют и там, и там, если поймают. Он пытался убить меня. Теперь он рискует всеми вашими жизнями. В интересах команды и корабля, он поступает правильно. Я тебя не понимаю. Мануэль. Ты же знаешь. Ты же знаешь, что это за человек. И все же ты оправдываешь его. Личные чувства здесь ни при чем. Думаю, он жесток. Даже жесток. Но он мой командир. Но пока этот корабль на службе короля Испании, Филиппа, я обязан его поддерживать и повиноваться. Вы, как и все, должны знать, что значит долг. Вроде безлюдно. Все равно мне тут не нравится. Идут как мышеловки. Если что, нам не сдобровать. Не сдобровар knowledge. Поехали. Аааааа. Ааааа. Вы, как и все. У меня хоть когда-то. Похали. У меня тема. Доехали. Болезы. У меня. Женщина! Антонио Педро, поймайте ее! Вот она! Смотрите, уйдет! Не хочу делать тебе больно, но я намереваюсь узнать то, что мне нужно. Итак, откуда ты? Полруин. Где это? За болотами. Как далеко? Около двух миль. Большое поселение? Довольно большое. Вообще-то очень большое. Есть крепость, около сотни солдат и пушки. Покажи мне. Вот. Мы здесь. Это в 30 милях отсюда. Ваша карта неверна или тут ошибка? Вы в этой бухте. Это место называется Триба. Ты сказала, что ты из Полруина. Полруин слишком мал для этой карты. Хотела, чтобы я поверил, что Полруин большой? Что я испугаюсь напасть? При этом знаю, что твои близкие и все деревенские мужики просто трусы, как и все англичане. Да ты... Они не трусы. Они воюют вместе с флотом. Они все добровольцы. Значит, молодых мужчин в деревне нет. Спасибо. Боцман? Пепе! Да, Боцман. Выведи ее. Да, понял. Запри ее и принеси мне ключ. Да, капитан. Выходи. Давай. Мы должны захватить эту деревню, Боцман. У нас седра наберется 20 человек, капитан. Она нас обнаружила. Еще 4 дня и обнаружат другие. Кроме того, там есть мастеровые. Кузнецы, плотники. Женщины, которые могут шить паруса. В разведку может сходить первый помощник. Вызови его ко мне. Да, сэр. Капитан, но я бы не доверил ему эту работу. Он как будто чужой среди нас. Кроме тебя, он единственный, кому я могу доверять. Пошли команду на берег, и в первой же таверне они потеряют голову. Но этот скорее перережет себе горло, чем поможет врагам короля Испании. Так, будь со мной ласково, и мы с тобой поладим. Но почему меня держат здесь? Зачем я испанскому флоту? Мы? Флот? Да мы пираты, сударыня. Пираты? Но я думала, вы из армады. Ну, мы были временно. Но когда армаду разгромили, мы подали в отставку. Разгромили? Пепе! Капитан вызывает первого помощника. Найди его. Ключ. Капитан. 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 Я схожу на ту сторону, вы вдвоем будьте здесь, никуда не шагу. Люди рядом, так что не шумите. Вот это жизнь, да? У тебя нет честолюбия, в этом твоя беда. С самого начала не надо было связываться с этой армадой. В чем выгода? А вдруг бы мы победили? Мы бы покуролесили по всей Англии, грабили бы всех подряд, причем законно. А помнишь, как мы... Быстрее в хижину, пока она нас не увидела. Пойду за ней. Удури. Привет, привет, привет. Отпусти. Помогите. Заткни и рот, пока сюда не сбежала вся деревня. Поехали. Гарри! Гарри, ко мне приставали двое чужих мужчин! Чужих? Испанцы! Придется схватить обоих! Мистер Миллер! Мистер Брэг! Помогите кто-нибудь! Мистер Брэг! Гарри! Надо проткнуть вас прямо здесь и сейчас! Гарри! Это не Испанцы! Слышу их вонь! Откуда вы взялись? Догадайся! Сейчас! Гарри, мы понимаем твои чувства, но оставь это с сэру Безилу, так будет лучше! Смайлер! Беги к сэру Безилу и позови его на площадь! Передай, что мы поймали для него парочку испанцев! Беги! Пошли! Пошли! Вот эти два испанца, сэр Безил, вот они! Кто привязал этих двоих к позорному столбу? Мы! А кто разрешил? А кто разрешил? Это испанцы! Они наши пленные! Я судья в этой деревне, никто не может быть задержан без моего разрешения! Нам нужно разрешение, чтобы брать в плен врагов королевы? Почти вся деревня на войне, или вы не заметили? Не наглейте! Кто вы? Что здесь делаете? Мы моряки, сэр! С какого корабля? С хорошего корабля Диабло, сэр! Испанского? Что вы здесь делаете? Вы из армады? Мы были с армадой, да, сэр, а потом был шторм! Отойдите в сторону! Я Дон Мануэль Родригес и Савилья, офицер на службе короля Испании Филиппа. Судя по тому, как вы обращаетесь с моими людьми, новости до этой деревни еще не докатились. Какие новости? Великая победа испанской армады! Освободить двоих пленных! Ни праздника, ни развивающихся флагов, ничто не указывает на известие о Великой Победе. Значит, вы решили, что они не победили. Нужно было что-то делать, когда я увидел, что этих двух дураков поймали. Поэтому я решил блефовать до конца. К счастью, все получилось. Очень хорошо. Пусть деревни думают, что страна оккупирована. Они должны продолжать в это верить. Там только одна дорога? Да, сэр. Мы должны заблокировать ее и никого не выпускать. Гоцман. Ввиду приведите команды, что если кто-нибудь сболтнет о том, что на самом деле случилось с армадой, я лично отрежу ему язык. Тихо! Нет смысла так себя вести. Опуститесь на землю. Испанцы одержали победу. Теперь они правят этой страной. Но это не значит, что мы не должны продолжать жить, как прежде. Ему не приходилось жить под ними. Это правда. Пожалуйста, пожалуйста, дети мои. Сэр Безил прав. Душой мы все дети Божьи. Испанцы думают по-другому. И это одна из причин этой войны. Мы должны принять их, когда найдем. Мы должны освободить наши сердца от ненависти. Это зло есть в каждом из нас. Это ужасные новости. Здравствуй, Том. Джейн, с вами мисс Энджела? Нет. Гарри, ты знаешь, куда пошла твоя сестра? Она сказала что-то насчет лодки, отец. Это не тот конец, на который мы надеялись. Когда они придут, мы будем относиться к ним, как братьям. Пустим их в наши дома. Нет. Спасибо, викарий. Итак, у нас осталось мало времени, чтобы подготовиться к их встрече. Встречи? Да на чьей вы стороне? Гарри, пожалуйста. Он старается для деревни. Да свои шкуры ты имеешь в виду. Ты не справедлив к отцу. Он не воин, как ты. Он просто хочет мира для всех. Первый шаг к миру, это пустить их на посту. Я приглашу их командира остановиться у меня в особняке. Кто еще готов предоставить кровь этим людям? Хорошо. Я не хотел этого, но вы меня заставляете. Приказываю всем жителям приготовить по комнате для испанцев. Тот, кто ослушается, будет выселен. На этом все. Гарри, пожалуйста, не нужно неприятности. Не хочу, чтобы с тобой еще что-нибудь случилось. Нам лучше найти Джейн. Рядом испанцы, она куда-то пропала. Гарри! Отец, нужно потолковать. С вами двумя тоже. Пошли. Держись от него подальше, Анжела. Я все равно собираюсь за него замуж. Лучше бы он оставался в своей Испании. Из-за него мы все можем пострадать. Слушайте, когда армаду увидели в первый раз, были сигнальные огни. Мы сами передавали предупреждение. Почему сейчас не слышно Набата? Да, это правда. Громко звонят, победа, тихо к поражению. Что ты предлагаешь, Гарри? Да просто мне кажется, что что-то не так, вот и все. Я четыре года ходил в плавание с Дрейком. Так просто не бывает. Но это так, Гарри. Мы знаем, как поступили с тобой испанцы. Да есть причина их ненавидеть. Но они победили, они здесь. Его доказательства. Разве? А сколько их? Какая часть Англии захвачена? Какие потери? Разве мы знаем это? Конечно нет. Но кто-то еще может продолжать сражаться. Возможно, есть какое-то сопротивление. Если это так, то я хочу сражаться вместе с ними. Думаю, мы бы все хотели. Значит, нужно это узнать. Нужно спрятать оружие до прихода испанцев. А потом послать кого-нибудь на разведку. Может, переговорить с сэром Безелом? Нет, я бы ему больше не доверял. Для него главное быть вместе с победительными. Будем держать язык за зубами, пока не узнаем все наверняка. Я мог бы сегодня ночью? Нет. Не будем рисковать. Сэр Безел нам не доверяет. Если кого-то из нас не будет, он заметит. Он сразу догадается, что мы что-то задумали. Это должен быть тот, пропажа которого он не заметит. Тогда из мужчин никого нельзя. Смайлер. Он слишком мал. Нет. Нет, он смышленый парень. Он мог бы сходить к моим двум братьям. Один же над вышел, и другой в Калхэйвене. Схожу за ним. Давай, бросай. Сюда. Ну-ка, посторонись. Вот она, испанская оккупация. Вина женщины кого-нибудь, чтобы сделал всю работу. Женщин больше, чем я видел за год. Все, хватит. Строится вон там. Живее, шевелись. Кружки оставьте здесь. Здоровяк. Пабло. Остаете сохранять. Тут еще осталось кое-что, что поможет вам забыть про женщин. Еда в ящиках на палубе. Отлично. Следите за девкой. Смотрите, она не должна убежать. Есть, капитан. Том. Ты же не боишься, правда? Конечно нет. Я уже ходил туда один. Тогда повтори мне, что ты должен передать. Вы спрятали оружие. Вы готовы сражаться, если будет сопротивление. И что-то еще. Если от них будет какое-то сообщение, передать его только Тому или мне. Да, точно. Пока, отец. Возвращайся не позднее послезавтра. Они идут, сэр Безил. Они идут. Как раз вовремя. Это не солдаты. Просто корабельная команда. Стой! Бали! Во! Я сэр Безил Смиттон, хозяин поместья. Капитан Робелес. Позвольте представить мою дочь, Анджелу. Я решил вопрос размещения ваших людей, капитан. Возможно, вы окажете честь быть моим гостем в моей усадьбе? Естественно. Ах да, это наш местный священник, Браун. Да пребудет с вами Господь, капитан, и добро пожаловать. Ботсман, распустить людей. Разойдись. Наверное! Хорошо, если Джейн вернулась. Не хотел бы, чтобы она столкнулась с кем-нибудь из этих. Я же вам сказал заблокировать дорогу. Возьмите двоих из этой таверны и сделайте это немедленно. Да, сэр. Как насчет мастеровых для починки? Не приготовить их? Делайте только то, что я говорю, мистер. У чебуяных парней, капитан. Надеюсь, они не начнут крушить все вокруг. Они будут делать только то, что я разрешу. Да-да, безусловно. Итак, полагаю, что вы хотели бы обсудить важные вопросы? Никаких обсуждений, сэр Безилл. Я говорю, что нужно, а вы следите за выполнением. Теперь покажите мне усадьбу. Да, капитан. Пойдем, Анжела. Мы покажем вам дорогу. Если он тронет Анжелу... Ты пронес нож? Никто не увидит. Гарри, только не испанцы. Ты собираешься искать Джейна или мне самому это сделать? Хорошо, пойду. Гарри, если она видела испанцев, она могла оставить лодку и пойти назад через болото. Посмотри сначала там. Хорошо. Матрос! Ты еще один с тобой, выходите наружу. Вот ты, выходи. Вы не против повторить еще раз, мистер? Ты уже слышал. Наружу. Оба. А, так вы хотите снаружи, так? Он хочет нас снаружи. Тогда нам лучше выйти, правда? После вас, сэр. Гоцман. Этих двоих под замок. На нашем корабле только капитан может наказывать. Хорошо. Приказываю вам выйти. Подними его. Сам подними, ты его уронил. Повторяю последний раз. Подними его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твои приятели думают, что это минусы. Мне нужна помощь. Ведь это не так? Нет. Что нет? Нет, сэр. Тогда подними его. Вы двое меняете их через два часа. Понятно? Да. Гоцман, за мной. Вон там деревенская дорога. Идите туда и ждите меня. Гоцман. Хочу, чтобы вы выяснили одну вещь. Нравится это вам или нет, рано или поздно мы вернемся в Испанию. Команда должна беспрекословно выполнять все мои приказы. В Испанию? Почему вы смеетесь? Нас ждут Карибские острова, мистер. С армадой покончено. Вернемся к нашему старому ремеслу. Спросите у капитана. Пиратство? А что же еще? Это веселая жизнь. Вам понравится. Я послежу за пикетом. Для вас, сэр. Дай мне ключ. Ключ? Девушка. А как же капитан? Капитан деревни. Им там хватит. Ну же, дай мне. Амбразура. Капитан деревни. Капитан деревни. Теперь капитан прикончит нас. А при чем здесь мы? Ага, теперь попробуй объясни ему. Смотри. Капитан деревни. Капитан деревни. Капитан деревни. Дай руку, я застрял. Давай, давай. Нет, помоги мне. Я тону. Вот, держись. Вот, держись. Да? Чего вам? Так я понял, сэр, вы возвращаетесь в Испанию. Верно. Но армада будет сформирована заново. Король Филипп должен попробовать еще раз. Так много поставлено на карту сказки для женщин и священников. И вас. Причем уважения, сэр, позвольте напомнить вам, что вы на службе Его Величества. У вас есть долг, как и у меня. Долг? Не раздражайте меня, мистер. Без вас разберусь. Не в первый раз. Сэр, я требую доставить меня на берег Испании. Мистер, не в вашем положении что-либо требовать. У вас нет выбора. Я не собираюсь в Испанию, а вам вряд ли хочется остаться здесь, не так ли? Девичество Ливио позволит вам найти общий язык с врагами короля Филиппа? Такие, как вы, меня тошнит от вашей благочестивости. Выбор есть, сэр. Думаешь, сможешь убить меня? Да. И что потом? Будешь бегать за командой и убеждать, что их долг вернуться в Испанию? Еще больше глупец, чем я думал. Мистер, предупреждаю тебя, свинья. Не медлите, сэр. Смерть превыше бесчестия, да? Легкий выход. Нет, мистер. Ты вернешься с нами на Карибы. Я буду выбивать из твоей головы всю эту чепуху, пока ты не станешь одним из нас. Джейн! 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 Это там. Джейн! 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 Гарри! Я здесь. Помоги мне. Хватайся за ветку. Хорошо, дай мне другую руку. Поставь ногу на эту ветку. Прыгай на берег. Джейн! Джейн! Что случилось? Как ты сюда попала? Я... Я пряталась. Они... Они гнались за мной. Я сбежала с их корабля. Но они... Гарри! О, нет. Ты должен был нас к ней привезти. Так, ты следи за девкой, а я разберусь с этим. Это тебе не поможет. Гарри! 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 КОНЕЦ 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 Частью своего состояния я обязан винной торговли, капитан. Теперь, когда мы можем торговать с вашей страной, я готов щедро платить за любые выгодные предложения. За лучшие вина, конечно. Мне кажется, капитана не интересует качество, отец. Торговля подождет. Мне нужны мастеровые. Ваши плотники, рабочие, мастера, парусники, кузнецы. Утро они должны быть готовы работать на Диабло. Диабло? Это означает дьявол, не так ли? Всем крестьянам надо как-то зарабатывать на жизнь. Вряд ли у них есть свободное время. Все мы испытываем трудности во время войны. Война окончена. И вы проиграли. Прямо с утра поговорю с жителями. Сделайте это сейчас, сэр Безилл. Сейчас уже поздно. Мы должны выполнять то, что говорит капитан. Я пойду с вами. Сядьте. Что все это значит? Деревенская дорога заблокирована. Это сделал я. Для чего? Я не обязан отчитываться. Но завтра ярмарка в Кэнбери. Люди должны выходить рано утром. Вы не имеете права? Все я имею. Даже право убить тебя на этом самом месте. Том, он не хотел вас обидеть, капитан. Том, пожалуйста. Пожалуйста. Ну хорошо, мисс Анджело. Том, что стряслось? Гарри пошел на болото искать Джейна. Он не знает о блокаде. Не с места или стреляю? Что с ней? Она больна. Не сижу ее домой. Видел ее раньше? Да. И она об этом знает. Хорошо. Хорошо, парень. Тебе с ней лучше поторопиться. Кажется, она сильно больна. Ну-ка, постой, парень. Неси ее домой, быстро. Ах! Ну и мастер. Я не возьму, не смысл. Ты! За ними быстро! Ты здесь, на страже! Кто-то убежал? Кто-нибудь вырвался? Нет. Я планировал мирную оккупацию, но вы сделали это невозможным. Бои моих людей убиты. Это первое и последнее предупреждение. Еще малейшая неприятность, если еще хоть кто-нибудь поднимет палец на моих людей, я высеку каждого человека в этой деревне. Продолжай, Боцман. Вы слышали, капитана? А теперь за дело! У вас полно работы. Шевелитесь. Вон туда, шагайте. Боцман, я здесь. Мистер, вы мне нужны. Почему этот человек не работает на корабле? Я работаю на своей кузнице. Если у вас есть для меня работа, придется принести ее сюда. А он? Он работает с мехами. Где девушка? А что? Спрячь ее. Если ее увидит капитан, он убьет ее. Что-то я его не пойму. Что ты имеешь в виду? Это он спас нас, Джейн, минувшей ночью. Убил своих? И почему-то не рассказал своему капитану. Как Джейн? По-прежнему без сознания. Выпил? Вы вдвоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для победителей они выглядят сильно потрёпанными. Точно. Что такое? Часовые, которых убили этой ночью. И что? Теперь они будут стрелять сразу. Юный Смайлер возвращается завтра утром. Он не знает, что дорога заблокирована. Эй, вы там на палубе! Что встали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гарри! Анжела! Джейн! Джейн, что с ней? Она здорова? Рана на голове. Ударил один из испанцев. Что? Что случилось? Я нашёл её на болотах. За ней гнались. Это связано с их кораблём. Что она могла сделать? Не знаю. А потом двое испанцев догнали нас и напали. Пришлось убить их. О, Гарри! Тебе нужно убежать! Если они узнают, тебя убьют! Они не найдут тел. Они уже на дне болота. Пираты! Джейн, это я, Анжела! Пираты! Они ушли? Пираты? Нет, они всё ещё здесь. Мы должны, мы должны послать. За помощью. Помощи ждать неоткуда, Джейн. Армада победила. Повсюду испанцы. Но испанская армада потонула. Пираты! Это они мне рассказали. Наш флот победил. Отец, Джейн уже лучше. Она сказала, что это пираты. Пираты? Да, армада разбита. Нет никакой оккупации. Это просто корабельная команда. Она уверена? Она так сказала. С ней, Анжела. Подожди-ка. Нужно поднять деревню и быстрее. Они нас не послушают. Пойдём. Пойду повидаю сэра Безила. Не верю. У девчонки истерика. Ты сам сказал, что её ударили по голове. Я сам с ней говорил. Она спокойна и уверена. Она была на их корабле, сэр Безил. Они могли её обмануть? Вы не хотите поверить, потому что придётся воевать с ними. Мы не можем воевать с ними. Это смешно. Но придётся. Нет, Том. Мы починим их корабль как можно быстрее, и они спокойно уплывут. Не будет никакого спокойствия. Они будут сжечь и разорять. Только если мы будем их провоцировать. Грабёшь их ремесло. Этим они живут. Мы должны остановить их. Нам нужно вооружиться, захватить врасплох и подавить их. Вы должны это понять. Я не согласен с тобой, Том. И сейчас я говорю за всю деревню. Не делай ничего, что может вызвать агрессию и репрессии против людей и их собственности. Ты понял? Да. Я отлично вас понял, сэр Безил. Надо что-то с ним делать, Викарий. Нас всех убьют из-за него. Если такова Божья воля, Божья воля или нет, я не хочу умирать раньше времени. Так что придумай выход. Пошли. Вперёд. Живее. Идите вон туда. Стой. Разойдись. Отец срочно хочет вас видеть. А Смайлер уже вернулся? Нет. Может тогда чуть позже? Я валюсь с ног. Нет, пошли. Это очень важно. Смотрите, что мы нашли, парни. Достань вина, Антонио. Давай. Ты только об этом и думаешь? Нет, совсем нет. Ну, что такое? Прошлой ночью ты не возражал? Да. И что было прошлой ночью? Один поцелуй, ты так напился, что заснул на столе. Я нашёл только пиво. За это я выпущу тебе кишки. Минутку, парни. Мы сегодня хватит с нас убийств. Кто начал? Он. Он облёл мою девушку пивом. Тогда ты первый. Орёл. Так и есть. Давайте, парни. Давай, черти линию. Ну вот. Ну-ка, дорогая. Что сейчас будет? Увидишь. Густаво, твоя очередь, так? Что выбираешь? Я первый. Приготовились? Бей! Давай! Быстрее, Педро! Сейчас свяжет. Давай, вставай! Ну же! Давай, Педро! Давай! Давай! Врежь его, Густаво! Убей его! Пять шпарх и два пистолета. Это всё оружие, которое у нас есть. Этого недостаточно. Оружие есть и в поместье сэра Беззела, если он присоединится к нам. А теперь убери всё это, Гарри. Утром должен вернуться Смайлер, с ним, наверное, придёт и подмога. Вряд ли. Теперь, когда он рассказал твоим братьям, что здесь испанцы, они пошлют за ополчением, и ещё 3-4 дня, чтобы они сюда дошли. Тогда нам нужно задержать пиратов до прихода ополченцев. Нам нужно замедлить починку корабля, сделать с ним что-нибудь. А если мы не сможем их задержать? Ты сказал, что они разорят и сожгут деревню перед тем, как уйти. А женщины? За них стоит опасаться. Мы должны их спрятать. Может быть, где-то на болотах? Да, правильно. Мы должны продумать каждую деталь на случай, если вдруг... Взять его! Многих из вас надо прикончить немедленно, но вы мне нужны для работы на корабле. Сэр Безил? Утром соберите здесь всю деревню. А его пока под замок. Как скажете, капитан? Сюда. Ну, Густаво, давай не сдавайся. Давай же, ну, давай вперед. Давай, бей его, бей. Эй ты, врежь ему, дай ему сдачи. Перестой ровно, моя очередь. Готов? Да. Ну, чего ты ждешь? Давай. Эй, ты ударил его кружкой. И что? Здорово. Здорово. Думаем, лето. thy recommender. Эй! Эй! С müsste mec их придум ethно. Да, да. Эй, этот взорвольные. А prim! Стойте! Выпороди его, сэр? Вечером, дюжину плетей. Но сначала пусть отработает сполна, боцман. Пошел! Вы двое вон туда, а теперь расходитесь. А теперь все обратно на корабль, пошли, пошли. Смайлер. Мистер, взять и узнать кто это. Пако. Пошли. Поймали, когда пытался прокрасться в деревню. Зачем? Откуда ты? Простите, капитан, этот пацан был в деревне, когда нас с Антонио поймали. Точно, сэр, я тоже его узнал. Так тебя послали за помощью, да? Сколько тебе лет? Семь. Мне одиннадцать. Одиннадцать, да. Боишься меня? Нет. Они боятся. Только не мой отец. Да, конечно, только не он. Я могу заставить его все рассказать, как и любого другого. Не сможешь. А почему же мои люди ждали тебя в оцеплении? Это неправда. Нет, подожди. Ты что, думаешь, твой отец сильно отличается от остальных? Мой отец не расскажет. Я тебе не верю. Хорошо. Скажи им, что испанцев больше нет. Скажи, что к вам идут на помощь. Увидишь, как они боятся. Тебе тоже страшно? Слушайте все! Он все вам наврал. В других деревнях нет испанцев. Англия бьется с армадой. Надежда еще есть. Ополчение близко. Замолчи, парень. Замолчи. Не замолчу. Они идут. Дядя Джо послал за ними. Через три дня они будут здесь. Через три дня. Густаво, они отлынивают. Не забывай про хлыст. Чтобы к завтрашнему вечеру оснастка матча была готова. Я слышал, капитана. Живее! Или сдержу кожу с ваших спин дюйм за дюймом. Слышал? Завтра уплываем. Передние паруса починены. Главный парус будет готов к вечеру. Сами убедитесь в этом. Завтра они должны быть на местах. Руль проверили? На приливе, как новый. Провизия? Сегодня привезут воду. Следой порядок. Заберем в последнюю минуту. Хорошо. Осмотрю трюм. Гарри, ты говорил, что можно что-то сделать с кораблем. Ты должен придумать. Придумать. Я могу думать только об отце, болтающемся в петле. Боцман, две дюжины плетей. Здесь все будет готово, сэр. Я беспокоюсь за передний трюм. Придумать. Ну-ка шевелитесь, или всех вас выпарют. Побольше смолы. Вар, починят не опасен. Включи что? Весь корабль вспыхнет. Думаешь, он пытался... Нет. Это, наверное, какая-то западня. Так и есть. Огонь, ведущий к пороху. Но все наши люди могут погибнуть. Не погибнуть, если мы вовремя покинем корабль. Установим фитиль. Подождем прилива. Но как мы узнаем, когда они уплывают? И как нам зажечь фитиль? Не знаю. Пока. Джейн. Уходи. Не хочу больше тебя видеть. Джейн, я не отвечаю за действия отца. Я никому не верю. Не передашь это, Гарри? Я стащила это у отца. Позже постараюсь принести еще. Хочешь помочь? Я люблю Гарри. Я его знаю. Он будет сражаться и постарается их задержать до прихода ополчения. О, Анджела! 19! 20! 21! 22! 23! 24! Снимите его! Боцман, ты знаешь, что делать? Да, капитан. Полчаса хватит. Гарри, ты меня слышишь? Люди слышали, как он сказал это. Они хотят закончить эту мачту к завтрашней ночи. Прилив завтра вечером. В 9. Он может его использовать. Но тогда ему придется плыть в темноте. Но он может дождаться утра. Нет, слишком рискованно. Утром здесь уже может быть ополчение. Он сделает это завтра ночью. В нем я выведу женщин. Теперь... Как нам установить щитиль? Может, этот офицер нам поможет? Нет, нет. Ему нельзя доверять. Одному из нас надо пробраться на борт. Капитан, мои извинения. Я не остаюсь. Оденьтесь. Я никуда не собираюсь. Вы пойдете со мной. Простите, я не понимаю. Мы уплываем. А на случай, если ваши люди что-то задумали, я возьму с собой шестерых заложников, в том числе вашу дочь. Нет. Я не допущу этого. Я не обыкто. Не забывайте о моем положении. Я не буду повторять. Одевайтесь. Нет, Анжела. Сначала вам придется меня убить, если вы настаиваете. Нет, нет. Нет. Нет! Отведи ее в деревню. Все золото забрали, да, капитан? Отведи ее в деревню. Их шестеро, капитан. Мы выплываем. Этих шестерых девушек я заберу заложенцами, когда мы выплывем с утренним приливом. Утром. Если вы помешаете моему отправлению, или в бухте появится английский корабль, эти девушки будут повешены. А теперь расходитесь. Может, он блефует? Разве он сможет отплыть утром? Гарри, разве он сможет? Да, сможет. Ему не нужна мачта. Мы были слепы. Что ж, он нас провел. Простите, сэр. Нужно взять несколько этих людей и подтолкнуть нас. Корабль отежалел из-за оснастки и провизии. Мы можем не сдвинуть его с места. Хорошо, мистер. Только поставьте охрану. Пусть будут на корабле, пока они нужны. Так, мазатором не нужна команда. Помочь подтолкнуть корабль. Ты. 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 Вы двое. Ты. 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 Вы трое. Возьми их. Один оставь себе, другие отдай остальным. Что ты собираешься делать? Не знаю, этот молодой офицер на нашей стороне. Уверен, что у него что-то на уме. Мы должны быть готовы. Теперь пошли. Это Гарри. Гарри. Мистер. Следите за береговой линией. И будьте готовы отчалить, как только погрузят верб-якорь. Да, сэр. Что они делают? На баркас грузят верб-якорь. За него будут тянуть. Пошел. И вы двое на пригорке. Встаньте возле этого швартова и отпустите по моей команде. Вы двое с краю. Встаньте здесь внизу, чтобы сбросить носовой швартов. Боцман, баркас у полных вод. Прилив через 10 минут. Есть, капитан? 10 минут? Нет. Ну-ка назад. Давайте жену, Пеппе, отведи их вниз. А потом назад на палубу. Да-да, капитан. Давайте вниз быстро. Быстрее пошевеливайтесь. Быстрее. Держи веревку. Держи веревку. Капитан требует, чтобы все были на местах. Вы трое лучше полезайте наверх, я сам здесь посмотрю. Удачи, парень. Удачи. Удачи. Укорочил фитили? Поджигай. Удачи. 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 Удачи! Удачи! Огонь! Огонь в трюме! Из трюмы идет дым! Там есть, кому об этом позаботиться. Эй! Пошел! Пошел! Давай, перелазь! Левый борт от себя! Правый борт гребите! Позволь! 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 Позволь, товарищ! Позволь! КОНЕЦ 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 Пошли. Нет. Уведи девушку. А ты... Корабль взорвется. Уходите. Уходите все. Через минуту он взорвется. ГОВОРИТ ПО-АНЕЦ КОНЕЦ ГОВОРИТ ПО-АНЕЦ Быстрее увольни. Прикнитесь. Вперед. Прикнитесь. Прикнитесь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ